Сахарная мастика – это волшебный материал, из которого можно создавать множество интересных вещей. Стоит лишь включить свою фантазию. Не исключением является даже посуда, такая как вазы и чаши. Сегодня у нас очень увлекательный урок по изготовлению чаши в стиле барокко. Мы раскатываем мастику так, чтобы в середине она оставалась плотнее, чем по краям. Края раскатываем тоньше. При работе используем крахмал. Чтобы заготовки из мастики были намного прочнее, можно добавить в нее немного порошка СМС. Берем пиал, подходящую по размеру, и помещаем мастику во внутрь посуды, образуя из нее ту же форму. Равномерно стелим мастику во внутрь пиалы, чтобы не было никаких неровностей, когда она подсохнет. Края стараемся сделать как можно ровнее. От стеклянной крышки кастрюли у меня осталась вот такая деталь. Я не стала ее выкидывать, когда крышка разбилась. В результате она как нельзя лучше подошла для ножки чаши. Возьмите какую-нибудь конусообразную форму и сделайте приблизительно такую же деталь для ножки. Нам будет необходимо сделать две такие детали. Одна будет находиться наверху у основания чаши, а другая в самом низу. Чтобы сделать такую чашу, превосходно подойдут темные цвета. Например, бордовый, темно-красный, темно-зеленый или черный цвет. Для середины ножки делаем форму валанчика. И с помощью того же инструмента формируем стыковку для первой детали. Они у нас должны совпадать по размеру. Пальчиками формируем верхнюю часть валана так, чтобы получились одинаковые стороны. Вдавливаем по бокам мастику так, чтобы образовалась фигурная стройная ладья. Продолжение следует... Нам нужна еще одна деталь. Она очень простая. Можно просто скатать шарик и оставить его в таком виде. А по желанию можно сформировать квадратик с неострыми углами. Каждой детали по центру проделываем отверстие, чтобы все соединить деревянной шпажкой. На ней и будет держаться наша заготовка. И так у нас готовы 4 детали для ножки и сама чаша. Все эти заготовки должны полежать хотя бы сутки, для того, чтобы они подсохли. Для украшения поверхности чаши я взяла молд с узором и использовала одну его сторону. Получившиеся полумесяцы буду соединять между собой, чтобы получить округлое окошко. Внутреннюю часть чаши окрашиваем кандурином. Можно окрасить золотым гелевым красителем, затем припудрить золотой пыльцой. Остальные детали чаши также окрашиваем золотом. Субтитры создавал DimaTorzok Аккуратно наклеиваем узоры с четырех сторон чаши, смочив водой или кондитерским клеем. В кондитерских магазинах большое количество замечательных молдов с узором. Возможно, у вас есть подходящие по размеру молдки для такой чаши, и вам не придется работать с кусочками, соединяя их. Чтобы детали легли на поверхность чаши ровно, сначала наклеиваем два узора друг против друга, а затем остальные два таким же образом. В результате между ними получается одинаковое расстояние. Делаем ювелирные камешки из изомальта. Изомальт растапливаем в кастрюле с толстым дном на среднем огне. Даем изомальту закипеть до пузырьков. Температура не должна превышать 170 градусов. Окрасить можно гелевым красителем, либо сухим, растворив его в воде. Если вы не используете форму для разлива, даем изомальту остыть до 130-140 градусов. Иначе капельки будут растекаться и получатся неровными. Наклеивать готовые камешки на мастику мы будем с помощью расстояния шоколада. Так как камни получаются прозрачными, лучше использовать белый шоколад предварительно, окрасив его тем же цветом, что мы используем для камней. Наносим небольшое количество растопленного шоколада на заднюю часть камня, чтобы при наклеивании шоколад не выходил за рамки и не пачкал участки мастики. Также аккуратно обклеиваем и остальные детали чаши. При желании можно сделать обрамление из мастики на каждый камешек. Верхнюю часть ножки склеиваем самой чашей с помощью кондитерского клея или воды. А затем все детали соединяем между собой деревянной шпажкой, так, чтобы 7-8 см стержня оставалась свободным для закрепления на торте. Все сооружение получается довольно устойчивым. Но для большей уверенности можете все детали склеить между собой растопленным шоколадом. Такую чашу можно наполнить ягодами из мастики или сахарными цветами, а также положить в нее любимые конфеты. Включите свою креативность и вы увидите, как много вариантов существует для подобного декора. Как сделать ягоды и фрукты из сахарной мастики, вы узнаете, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Желаю вам всего наилучшего и пусть радость от творчества разливается по вашему сердцу. Субтитры сделал DimaTorzok